Да будет имя Бога благословен! Я очень рад приветствовать всю Церковь во имя Господа. Благодарю, Сергей Дмитриевич, за эту уникальную возможность поприветствовать вас всех сразу. Я был уже в нескольких церквях, и я понял, что физически пожать руку всем знакомым невозможно. Но сегодня здесь я могу делиться посланием, словом от Господа. И это будет самым лучшим приветствием. Халлелуя! И место из Священного Писания, которое я буду читать, это второе послание Коринфянам. Третья глава. Со второго стиха. Второе послание Коринфянам. Третья глава. Со второго стиха. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, чрез служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». В середине 80-х годов, может быть, 85-й или 86-й год, мы вместе с Василием Севчуковым летели, ехали в Сибирь. И в одном из промежуточных пересадочных аэропортов у нас было какое-то время, и мы сидели вокруг, смотрели, и Василий говорит, «вот там верующие люди сидят». И мы присмотрелись внимательно. Ну да, женщины были одеты так очень скромно, их волосы были убраны определенным образом, они были в платочках. Мужчины нас немного смущали. Они выглядели правильно, достойно, но у них были длинные такие окладистые бороды. И когда мы подошли к ним, они были верующие, да, аминь. Мы их прочитали. Это были пятидесятники, которые чтят субботу. Отсюда бороды убрать. И мы разговаривали с ними. И вы знаете, я не случайно привел этот эпизод, потому что данное место священного Писания, вы, наше письмо Христово читаемое. Оно закрепилось в нашем сознании, понимании, веровании, как нечто, относящееся к внешнему благочестивому виду. И я думаю, что даже тогда, когда я озвучивал этот текст, вы думали, что речь идет именно об этом. И чаще всего это место используется, когда нужно сказать, ну, как ты выглядишь? Ну, мы же должны быть письмом читаемым и узнаваемым. Я сегодня слышу много таких нареканий от ревностных людей, которые говорят, да, сегодня, ну, чаще всего к молодежи адресуют, и говорят, да, сегодня молодежь, не всегда прочитаешь. Там, где встретишь их, может быть, случайно. Но я не об этом. Я хочу оставить вам то откровение, которое, я верю, будет служить благословением для вашего дальнейшего духовного служения и духовного роста. У меня здесь с собой белый лист бумаги. Абсолютно ничего не написано в нем. Абсолютно обыкновенный лист бумаги. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы этот лист стал письмом? Аминь. Я должен мои мысли, чувства, отношения к кому-то перенести на бумагу, написать. мои пожелания, может быть, обличение, может быть, справедливо, может, несправедливо, но я должен выразить их и положить на этот лист бумаги. Даже если в нетронутом виде я положу его в конверт, на конверт приклею марку и напишу какой-то адрес, и кто-то даже это получит. Но если это белый лист, на нем ничего не написано, это не письмо. Оно не несет никакого послания. Оно ничего не говорит. Уважаемые братья и сестры, пятидесятники, мы с вами имеем, благодаря жертве Иисуса, колоссальное количество откровений Божьих. И если вы были сегодня внимательны, то то место, которое читалось перед хлебопреломлением, наиболее часто повторяемое слово в нем – рассуждайте, думайте. И я скажу вам почему. Когда Иисус умер на Голгофе, Он открыл нам доступ в присутствие всемогущего Бога, Отца. То есть каждый, кто был на Голгофе, он имеет возможность слышать Бога, он имеет возможность принимать Божие откровения. Но я должен признать, я пятидесятник, что у нас, пятидесятников, расстояние между сердцем и головой очень большое. Иногда это непреодолимая пропасть. Почему? Мы принимаем откровение сердца, мы знаем, мы знаем, да, 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 вот это, вот это откровение. Впрочем, несколько иллюстраций. Человек, который написал послание Коринфянам, апостол Павел, в определенное время его звали Саву. И этот молодой, решительный, идейный, вооруженный идеей человек истребить всякую христианскую ересь, он идет из Иерусалима в Дамаск с заданием, с силой, с решительностью сделать все, чтобы каждый, кто исповедует себя христианином, перестал это делать или перестал существовать. И он встречается с откровением, откровением Сына Божия. Это очень сильное откровение. Это шум с неба, он падает, он перестает видеть, он слышит голос наше, наше, пятидесятническое откровение. Аминь. И то, что он слышит, это радикальным образом меняет его отношение к жизни. И он понимает, что тот, которого он преследует, воистину Мессия и его Бог. Потрясающее откровение. Бог говорил к нему. Некоторое время спустя, наверное, уже апостол Павел вместе с другими братьями, они были собраны вместе, они общались, молились, рассуждали о дальнейших служениях, о делах Божьих. Заходит человек по имени Агав, пророк Агав. Все знают, что у него пророческое служение. И во время молитвы он берет пояс Павла, и он завязывает сам себе руки, и он пророчествует. И он говорит, тот, кому принадлежит этот пояс, будет взят вузы, его арестуют, его лишат свободы, и он будет преследуем. Скажите, что делать с этим откровением? Остановиться? Не проповедовать больше Евангелия? Ну, арестуют же. Или идти дальше? Может быть, не идти в Рим, потому что именно там это произойдет. Все его преследования и тюрьма, и прочее. И здесь наступает момент, когда он должен думать и он должен принять решение, как ему поступить. Мы с вами говорим о Божьих откровениях, но он должен был думать и принять решение. Вокруг братья, которые окружают его и говорят, не ходи, не ходи в Иерусалим, там тебя ждут, арестуют, и не ходи, не надо туда в Рим ходить, потому что проблемы могут быть. Но он принимает решение. Он, человек, апостол Павел, рассуждает, и он принимает решение. Он идет в Иерусалим, зная, что там он подвергнется всем этим мучением и гонением. Думайте и рассуждайте. Я скажу вам очень короткую мысль, слово. Я не знаю, всем ли это понравится. Мы ищем откровения Божие в шуме, в огне, в каких-то потрясающих событиях. И это дай аминь. Они бывают именно в такой форме. Но если эти откровения, они не будут осмыслены, продуманы, они никогда не превратятся в веру и они никогда не превратятся в дела веры, в поступки. Когда я иду, проповедую, исполняю волю Божию, совершаю некую благотворительность, то есть то, что мне Бог сказал. Братья и сестры, Иисус, Божий Сын, Он пришел на эту землю. Совсем не для того, чтобы мы в воскресенье взяли кусочек хлеба и глоток вины от чаши. Это символы, это знаки. Он пришел для того, чтобы ты через Иисуса открытую дверь зашел в присутствие всемогущего Бога. И ты слышал и понимал его. И когда Божье откровение наполняет тебя, я делаю это сам и прошу вас. Иногда нам хочется воздетые руки, громкий голос, но остановись, остановись и подумай. Поймай Божью мысль. И когда в этой рассудительности, в размышлении, ты осмыслишь, озвучишь это в своем разуме, у тебя есть уникальная возможность исполнить волю Божию и превратить это в определенное служение, дела, поступки, провозглашение Божьей силы и Божьего могущества. Господь совершает великие и великие дела. И вы знаете, конечно, я испытываю определенное разочарование, потому что в настоящее время мы, служители, люди в церквях, мы иногда не знаем, что делать. если сказать, что в 90-е годы евангелизация, она была эффективна, привлекательна, мы могли где-то в домах культуры, в открытых церквях проповедовать, провозглашать Слово Божие, и многие люди получали спасение. Сегодня нет такой возможности, сегодня нет такого отклика даже. сегодня нет такой жажды в людях, и мы задаемся вопросом, что делать? Иногда, не имея Божие откровения, а точнее, не имея возможности понять время, как Бог движется, что делать? Я встречал таких служителей, они говорят, ну, наверное, время прошло, наверно, Бог остановился. И сейчас как-то вот внутри церкви освящение, духовный рост, очищение. Я так не думаю, потому что от момента прихода Иисуса на эту землю до сегодняшних дней прямой Божьей волей является проповедь Евангелия. И если мы не знаем, как это делать, это означает только одно, что мы не совсем понимаем те откровения, которые Бог приносит в наше сердце. Я знаю, что ровно в 12 мы должны закончить. Обещаю вам, что все будет вовремя. спасибо. Это вы сейчас так говорите. Хочу оставить еще некоторое время для молитвы. Почти 2000 лет тому назад в самом захолустье цивилизованного мира в Израиле, в Иерусалиме, это не Рим, не Афины и даже не Ефес. В небольшой комнате было собрано около 120 человек. И эти люди выглядели гораздо хуже вас. Они были растеряны, они не знали, что делать. Около двух месяцев тому назад они были учениками человека по имени Иисус. Они следовали за Ним и весь их образ жизни был подчинен этому ученичеству. Они молились вместе с Ним, они служили Ему, они служили тем посланием, которое Он им поручал. И когда однажды они вошли в Иерусалим, и тут вдруг такая слава, почет, уважение, всех рядет царь. Они думали, вот, вот, наконец, вот, это кульминация счастья. буквально несколько дней спустя они стояли в Болгофе. И там на кресте стерзанный, обесчещенный, опозоренный был их учитель. И никто ничего не мог сделать. и они слышали своими собственными ушами. Они напишут потом это в Евангелии. Висящий рядом, такой же страдалец, как и он сказал, сделай, сделай что-нибудь для нас. Если ты Мессия, сделай что-нибудь. Почему мы здесь? Почему ты здесь? И ничего не произошло. и ангелы Божьи не явились. Ничего, он умер. Просто умер. Его похоронили в гробнице. Потом, некоторое время спустя, слух понесся. Нет, нет, мы встречали его живым. Он воскрес. Он воскрес. и, наверное, в той горнице были люди, которые имели эту встречу и они рассказывали, вот мы были там, мы шли по дороге и он шел вместе с нами и мы разговаривали. Но лучше не становилось. Они не знали, что делать, куда идти, как себя вести. Они были благодарны ему за то, что он оставил им одно короткое поручение. Не отлучайтесь из Иерусалима и ждите от Отца. Я думаю, что скоро будет праздник, который вы будете праздновать. И они просто терпеливо ждали. Если бы они были более умными или решительными, кто-то бы, наверное, сказал бы, ну все, иду ловить рыбу, что мне тут с вами сидеть. Но они были абсолютно слабые люди. Примерно тридцать или сорок лет после этого события. И мы сегодня с вами читаем второе послание Коринфяна. Послание Коринфяна. Послание Ефесяна. Послание Римляна. Послание Фессалоникийцам. Тридцать или сорок лет спустя те же самые люди, которые сидели в этой Иерусалимской горнице, абсолютно не зная, что делать, как себя вести, что совершать. Они прошли до краев земли. И сегодня мы с вами, люди, живущие в 20-21 веке, результат их служения, как это было, что произошло. Я оставлю возможность для ваших братьев рассказать все о Дне Пятидесятницы. Но там есть один эпизод, который меня очень сильно впечатляет. Я пропуская о том, что они молились на иных языках, вас в этом не надо убеждать. Вы все сделаете правильно. Но там написано, что они пророчествовали. Они пророчествовали, когда Дух Божий сошел на них. Они пророчествовали. И я представляю эту ситуацию. Очень такой изможденный, разбитый Петр. Он стоял и говорил, я пойду в Рим, и я буду там свидетельствовать об имени Иисуса. Петр, откуда ты взял все это? Потому что, когда Дух Божий, откровение Божие сходит, и оно проникает в Божье сердце, оно вдохновляет человека, и когда дальше оно идет, движется в человеческий разум, он начинает видеть видение, откровение Божие. Это мысль. И Петр озвучивал эти мысли, которые Бог показывает ему, которые наполняют его сердце, и он говорит о церквях, которые будут основаны, о служителях, о тех, кто встанут со своих постелей, о тех, которые исцелятся. Почему это произошло? Потому что там, в Иерусалимской горнице, они не просто получили откровение, они поняли его, они на своем еврейском языке, в своем разуме осмыслили и озвучили. Но нам остается с вами только помолиться сегодня. Я благодарен Богу, что в наших пятидесятнических церквях до сего времени пророческое служение, вдохновенная проповедь, она имеет ценность. И иногда мы как бы с пророческим служением возникают какие-то непонятки. Я хочу сказать вам честно правду. Это не потому, что они пророки. Потому что мы иногда не хотим понять, о чем идет речь. Не хотим остановиться и подумать, поразмышлять. может быть где-то и в чем-то посомневаться. В рассуждении всегда есть сомнения. Кто-то самый настоящий пятидесятник скажет, да, но откровения есть разные источники. Разные. Но фильтр от неправильных откровений, дьявольских откровений находится не здесь, а вот здесь. Давайте научимся думать, рассуждать. И каждый раз, когда будет проходить причастие, пожалуйста, просто думайте, задавайте сами в себе о Богу вопросы. Господь, а что сейчас происходит? Со мной что сейчас происходит? Почему я здесь? Иисус, что сделал для меня? И вы станете причастниками великих откровений, которые родят в вас веру. А вера, которая рождена от живого Божьего Слова, она, знаете, не требует каких-то стимуляций. Давай пойдем, давай сделаем. Когда Слово от Бога приходит сюда, потом сюда, всегда вера будет. Можете даже не задумываться, вера будет, и она будет вызывать движение в вашей жизни. И Бог прославится, и многие-многие сосуды Божьи, они встанут, многие служения поднимутся, они обретут новый импульс, новое помазание, потому что Бог не перестал, Бог, ну, немножко как-то не умерил действия благодати или своей силы. Но Бог хочет, чтобы мы поняли Его и сделали то, что Он дает для нас в обильной мере. Давайте встанем для молитвы. Болитвы. 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 Болитвы.